Здравствуйте! Вас приветствует YouTube канал Прецветок. Сегодня работает ученый-агроном Ломонос Петр. И наш разговор пойдет о тех работах сезонных, которые надо сделать в феврале месяце на нашем садовом участке. Ну давайте начнем по параду. Мы начнем с сада. Зима в этом году выдалась очень снежная, ну и немного морозная. Вот когда ярко появляется солнце, мы радуемся, отчасти что скоро весна. Но для плодовых растений это не совсем-совсем хорошо. В каком смысле? Значит темные стволы на таком ярком солнце начинают нагреваться, ночью сильно остывать и появляются трещины, кора начинает отрескаться. Растения надо защищать. Значит вы можете возразить, что мы с осенью укутали их пленкой, укутали их рубероидом, растения защищены. А вот эти материалы как раз надо притянить. Они также очень сильно нагреваются на солнце и могут подобрать кора. Значит что необходимо сделать? Необходимо запастись спонбондом или даже хотя бы белыми мешками из-под сахара. Одевая эти мешки на стволы закручивая, мы как бы будем остуживать ствол. Ну также было бы очень полезно побелить наши деревни. Делать это можно при температуре где-то 3-5 градусов тепла. Ну значит смысл состоит не столько в том, чтобы побелить деревья. Если вы их там не укутывали, важно старые деревья, как бы большие, значит можно сделать побелку пулевизатором. Но если со снега дойти до дерева трудно, вы можете сделать хотя бы точечное опрыскивание. То есть в ведре развести раствор известь, туда добавить клей, то ли ПВА, то ли силикатный клей, чтобы лучше эта известь прилипала. Добавить на 10 литров 2 килограмма извести, 400 грамм медного купороса, ну и немного для густоты добавляем силикатный или клей ПВА. Разбавляем и вот этот раствор, значит можно приготовить дома заблагодаренно, вылить в какую-то емкость, привести на участок, налить в ведро, взять обычный берозовый веник и просто побрызгать, помахать над нашим деревом. Над его ветками, над его стволом. Белые точки, которые появятся на нашем растении, значит они будут, что дают? Они не будут давать дереву нагреваться. Кара не будет нагреваться, соответственно кара не будет лопаться. И наши растения будут чувствовать себя гораздо, гораздо лучше. Смотрите дальше, второй нюанс. Снега много, наша смородина, наши кусты крыжовника, наши стали, как снеговые холмики, они покрылись снегом. Снег начинает, солнце прогревает, снег начинает таять. Образуется очень опасное такое явление, которое называется ледяная окурка. Что эта ледяная окурка делает с нашими растениями? Она значит, что они пропускают туда воздух. И наши растения просто-напросто, вроде бы снег, им не холодно, они начинают задыхаться. А это проявляется в виде подопревания, что они после зимы становятся как бы безжизненные. Надо помочь нашим плодовым растениям. Помочь очень просто. Нам необходима зола, а при ее отсутствии подойдет любой садовый грунт. Значит, там, где находятся наши кусты, мы берем, немного рассыпаем нашего грунта. Значит, этот грунт награется, и снег получается неравномерный. Значит, там, где грунт, он проваливается как бы, а где целый. В общем, такие дырочки, что даются. Наши не образуются ледяная окурка, наши растения прекрасно будут дышать под снегом. До них будет доходить воздух. Такие вот работы. Ну и, конечно, садовые работы. Что если вы не успели заготовить черенки для вращения прививки, значит, это в феврале не поздно сделать. Которые породы морозостойкие или морозостойкие сорта обязательно режьте черенки. Эти черенки не надо никакие подвалы закапать никуда, закопайте просто в снег. Чем больше снега сверху, тем дольше они будут таять, этот снег. Для того, чтобы не так быстро таял, можно просыпать опилками. Он будет таять очень медленно, и в апреле вы будете иметь хорошее, свежее, как будто вы только что срезанные с дерева черенки. Это что мы делаем в саду. На участке, в овощном участке. У нас в овощном участке, у нас может быть открытый грунт и закрытый грунт. В закрытом грунте, уже в эту пору, если у вас есть солнечный обогрев, ну не солнечный обогрев, вот такой обогрев печка стоит, ну то ли там газовая, то ли все. Значит, у вас уже должны быть посажены помидоры, должны быть посажены огурцы. Вы их каждый, как обычно, за этими культурами. Уже дженство становится длиннее, досвечивать не надо, но обязательно стоит подкармливать эти культуры. Подкармливаем эти культуры органическими или минеральными удобрениями. Тогда они будут давать хороший урожай. Также в закрытом грунте, как уже вы понимаете, начинает распад рассадный сезон. Необходимо высевать самые-самые различные культуры. Начало февраля – это лучший посев перцев, артишоков, шельдерея и баклажанов. В конце месяца мы начинаем высевать уже помидоры, поздние сорта. С 20 февраля – 7 сорта помидор, которые будут высаживаться поздние сорта в теплице, а с 25-го уже помидоры, которые будут высаживаться в открытом грунте. Только в таком случае мы соберем хороший урожай этих культур. Ну и, конечно, в эту пору мы очень активно посещаем садовые магазины, садовые центры. С какой целью? Ну, значит, для того, чтобы выращивать рассаду, необходимы различные емкости. Ну, если что-то, может быть, у нас есть какая-то яшечка, все мы можем найти. Но вот кассету приобрести – это обязательно надо. Это очень хорошее подспорье для выращивания очень новых культур. Во-первых, выращивание такое растение в кассете, значит, это мини-емкость для рассады. Она прекрасно на первых порах развивается в этой кассете. Во-первых, мы экономим место, мы можем на такой ограниченной площади вырастить много растений. И потом растение пересаживает с кассетой в большую емкость, мы их не травмируем. Значит, если мы уже посадили, если на кассете прижилось, значит, это нам гарантирует стопроцентную приживаемость. Вот, поэтому даже любой страховой фонд не надо делать, все 15%. Вот, посадили в кассету и стопроцентно у нас все, что выросло здесь, оно стопроцентно будет жить. Ну, и также берем по семенах. Семена отбираем всех культур, которые вы уже рассчитали, надеюсь. Сколько вам надо рассад помидор, баклажан, капусты, сколько, какую площадь займете укропом. Вы уже рассчитали, вот, поэтому семена и закупайте. Сильный запас семян не набирайте, потому что любые семена имеют свой срок годности. И срок годности как бы очень различный. Например, пастернак и штавель уже через два года теряют свою схожесть. Они уже не ускорые. Сельдерей, там сельдерей, морковь до трех-четырех лет сохраняют. Ну, самое дольшее, конечно, сохраняют огурцы и фасоль. Их схожесть колеблется от семи до десяти лет. Ну, есть, конечно, отдельные семена, даже тех же помидоров, вот, и тех же огурцов, которые могут прорасти еще через 20 лет. Ну, схожесть, конечно, будет маленькая. Семена не надо набирать в запас. Почему? Потому что семян сейчас достаточно. Ассортименты очень огромные. Я вот потерялась в одном магазине. У них где-то 100 сортов перцев, где-то 500 сортов помидор, морковки где-то около 30 сортов. Поэтому выбор очень большой. Семян хватает. Фирм тоже хватает, которые производят эти семена. Как свои, так и заграничные фирмы. Это не дефицит. Поэтому запас не набирайте. Иначе пройдет время, семена потеряют схожесть, вы просто выбросите. Это напрасно выброшенные деньги. Ну, и дальше очень внимательно обращаем на почвогрунты. Почвогрунты бывают разные. Картинки на всех почвогрунтах очень красивые. Ну, как не ошибиться, как выбрать почвогрунт нормальный? Ну, значит, сразу давайте уясним, что все почвогрунты делаются на двух основах. Или низинный торф, он черный. Или верховой торф, такой слабо разложившийся, бурый, коричневый торф. Значит, и тот, и тот, как бы для выращивания рассады не совсем подходит. Единственное, что делают производители в эти торфы, они добавляют какие-то добавки. Ну, добавки типа извести или минеральных удобрений. Для нас это не совсем подходит. Почему? Потому что, как бы состав, там, PH, кислотность грунта вроде бы и нормальная, но эти грунты имеют недостатки. Грунты на основе низинного торфа, то есть черные, если поливать, они очень сильно намокают, упитывают очень много влаги. Что для растений, или растений, или семян, которые будут посеяны в этот грунт, не совсем хорошо. Такие грунты мы будем улучшать. Улучшаем туда, добавляя пенопласт или добавляя вермикулит. Такой органический материал, типа это самые-таки маленькие блестящие чешуи. Этот грунт разрыхляет низинный торф, и, значит, низинный торф не так намокает, и рассад развивается гораздо лучше. А вот верховой торф, в отличие от низинного, значит, воду упитывают плохо, и очень быстро пересыхают. А для того, чтобы вода держалась, и он не быстро пересыхал, в этот почвогрунт мы добавляем перлит. Ну, значит, смотрите, фирмы есть очень разные, и фирмы, не думайте, что они думают о нас. Производители не всегда думают о нас, огородниках, которые будут садить в эти грунты. Поэтому, если написано, сделано на основе биогумуса, или что-чего-то, а рецептура не приводится, значит, отнесите с запаской. Потому что это может быть просто плохо просеянный торф, или плохо просеянная обычная земля. Вот, в хорошем грунте обычно может быть, вот и торф, как вот я держу, есть и торф, есть и солома, есть и куриный помёд, есть биогумус на основе кровяка. Вот, есть там другие вещества. Вот, чем больше состав почвогрунта, тем почвогрунт, конечно, лучше. Но, как выбрать почвогрунт, не ошибиться с выбором. Возьмите сразу маленькую упаковочку, посмотрите, посеете. Посеете они для пробы, такую культуру, которая быстро сходит. Крест-салат, или капусту, или резиску, посеяли там, пускай 10 семян, посмотрели, быстро они взошли, не ест их черная ножка, не падают, значит, грунт хороший. Можно закупать большой объём. А если вы посеяли, черная ножка седает, и растения развиваются, какие-то бледные, зелёные, значит, большой упаковки не берите. Этот грунт некачественный. Это вам из опыта. Вот, закупаем грунты, закупаем семена, начинаем уже закупать удобрения для вешения, средства защиты. Вот, ну, средства защиты тоже стараемся брать проверных фирм. Потому что бывают подделки, и потом ваши труды пропадают напрасно. Вроде вы делаете всё правильно, кормите растения, тем же, ну, растения обрабатываете в рекомендуемых дозах, эффекта нет. Потому что, поэтому надо смотреть внимательно, какой фирмы этот препарат. Вот, ну, и для себя определиться, что вы будете покупать. Ну, также, не уделяем внимания цветникам. Ну, все мы любим красоту, что было в наших огородах. В цветниках мы что будем делать? У нас ещё лежат клубни. Клубни кан, клубни георгин, клубни гладиолусов. Обязательно просматриваем их. Гладиолусы уже начинаем очищать от чешуи, чтобы они прогревали солнцем и лучше сохранялись. Ну, и смотрим, что больное отбраковываем. Февраль месяц, это уже напряжённый месяц цветовода. Почему? В первой половине февраля мы заканчиваем посел, бегоний и гвоздик. Вот. А также можем, во второй половине, или весь месяц, мы уже высеваем лабелию, высеваем лабелию, лабелию, вербену, пенстемон, ну, и некоторые другие культуры. Вот. Так что, следуйте нашим советам. До встречи на нашем канале. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова